Знаменитая блогерша Баба Лена По словам самой пожилой блогерши на Алтай, она приехала, чтобы набраться сил перед следующими поездками в далекие страны. Помимо посещения медиков, она собирается осмотреть белокурхенские красоты. Кстати, следующее место, куда Баба Лена отправится после Алтай – это Бразилия. Алтайский государственный технический университет станет площадкой проведения Всероссийского экономического диктанта, сообщают аргументы и факты Алтай. Акция состоится 4 октября в 10.00. По мнению организаторов, с ее помощью планируют определить и повысить уровень экономической грамотности населения, развить интеллектуальный потенциал молодежи. Написать диктант может любой желающий при себе, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Специалисты Центра здоровья Бийска проводят выездные обследования трудовых коллективов. Главная цель таких мероприятий – борьба с неинфекционными заболеваниями, и мотивация работодателей заботиться о здоровье своих сотрудников. Как сообщает бийский рабочий, заявку на проведение обследования можно направить по телефону 40 95 40. Рубцовские защитники животных получили прописку. Речь идет об общественной организации Котопес, которой рубцовские депутаты передали в безвозмездное пользование одной из нежилых помещений города. Как сообщает информационный портал Рубцовск.Инфо, здесь теперь будет находиться приют для животных. Защитники братьев наших меньших готовы привести его в надлежащее состояние и гарантируют, что на территории приюта будет полный порядок. У жителей Наукограда появилась уникальная возможность фотографироваться со старинным оружием в руках. Сделать это можно в Бийском краеведческом музее с октября каждый четверг месяца. Как сообщает бийский рабочий, есть возможность подержать в руках пистолет-пулемет Шпагина образца 41 года, винтовку Мосина и ручной пулемет Дегтярева, а также пистолет ТТ. Все вопросы по телефону 33 76 90. Продолжение следует...